Белгород, Кургс, Мелитополь, Донецк. Центры принятия решений. Ливийская армия перешла на сторону протестующих. Жесткие протесты в Узбекистане продолжаются. Байден дает приказ снизить цены на заправках. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 3 июля 9.00. И начну я, конечно же, с новостей, которые буквально всколыхнули информационное пространство, а именно то, что произошло в Белгороде, в Курске, Мелитополь и, опять же, Донецк. В Курской области, как сообщают официальные источники, были сбиты беспилотники. Белгород же подвергся массированному обстрелу ракетному. Также работало ПВО, также прилеты были в Мелитополь и Донецк. Ну а сейчас, друзья, конечно же, поделюсь некоторыми мыслями. И обязательно не забываем подписываться на мой телеграм-канал. Ну там я разместил соответствующие видео по данным темам и другие материалы. Ну а в общем, если вы помните, я еще в самом начале, до начала всех этих событий, говорил, что, скорее всего, что Украину будут пытаться раскачать по сценарию ливизации, сиризации, ирокизации. И центры принятия решений, которые находятся не в Украине, вероятно, рассматривают варианты усиления эскалации. А возможно, даже расширение ареала этой эскалации. Хотя вот уже в США поступают данные о том, что они против передачи соответствующих ракет дальнобойных, которые могли бы достать до российской территории. Ну а также Пентагон сообщал о том, что планируют посылать инспекторов в Украине, которые будут контролировать, чтобы оружие использовалось правильно и никуда не ушло налево. Ну и в самих центрах принятия решения тоже есть разделение. По утверждению западных же экспертов, в том же НАТО есть определенный раскол, где есть те, кто выступают за мир, в том числе в уступках территориальных. Есть кто выступает, конечно же, до победного конца, и что на поле боя все должно решиться. Есть те, которые просто не интересуются украинской темой. А еще я заметил интересную тенденцию. Как только у Зеленского на фронтах все плохо, сразу же начинаются обстрелы. Для того, чтобы отвлечь внимание. Но правда решения по определенным действиям все-таки, наверное, принимаются не в центрах принятия решений в Киеве, а где-то в другом месте. Еще прослеживается одна тенденция. Прямо как на Майдане было, только все начинает более-менее утихать или идти к какому-то переговорному процессу, сразу же ситуация обостряется и создается информационный шторм. Прямо вокруг определенного какого-то события и эскалация нарастает. Ну а теперь уже, как вы видите, на геополитическом масштабе. Ну и еще раз повторюсь, что по мере ослабевания ВСУ и позиции ВСУ на фронтах, как и говорил Подоляк, советник Зеленского, будут попытки втянуть в города противостояние, ну а также различные другие формы, которые напоминают опять же Ближний Восток. Ну и к Ближнему Востоку, а также к Средней Азии, Ливии. Помните, там же ведь демократия была установлена. Так вот, протестные акции, которые привели в том числе к захвату некоторых зданий, к пожарам, поддержала армия. И протестные настроения нарастают, и требования полного переизбрания всех властей. А в Средней Азии, в Узбекистане, тем временем, кстати, то, что предсказывал Жириновский, у меня можно посмотреть видео также на канале, идет противостояние между силовиками и протестующими. Причем введено чрезвычайное положение. Будем следить за развитием событий, и знаем, что руки у демократии-то длинные. Вот Джозеф Байден заявил о том, что он приказывает, просит, требует снизить цены на заправках на бензин. Это все, конечно же, очень странно, тем более для Соединенных Штатов Америки, государственное регулирование цен. Но, тем не менее, кризис по миру развивается, и любое обострение, в том числе на Украине, может привести к серьезному падению экономики ряда европейских стран. А кризисные явления сейчас развиваются по всему миру. На этом пока все. Подписываемся на мой телеграм-канал. Дальше будет.